Орловской области дадут более 20 миллионов рублей. Деньги выделят из федеральной казны. Подробности знает экономический обозреватель Анастасия Гришина. Настя, привет. На что потратят столь внушительную сумму? Вика, привет. Деньги пойдут на снятие напряженности на региональном рынке труда. В частности, средства должны быть потрачены на создание временных вакансий для орловчан, которые рискуют потерять работу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Орловскому трамвайно-троллейбусному предприятию выделят 15 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал накануне Андрей Клычков. Документ опубликован на сайте регионального правительства. Деньги из областного бюджета направят на поддержку предприятия. Более тысяч орловчан стали самозанятыми. И это только за неделю. Если говорить более корректно, то эти граждане зарегистрировались как самозанятые. Напомню, с 1 июля в нашем регионе введен налоговый режим для бизнесменов, работающих на себя. Все самозанятые, вставшие на учет в этом году, получат дополнительный бонус около 12 тысяч рублей. Деньги целевые для уплаты налога на профессиональный доход. Средствами нужно распорядиться до конца 2020-го. Орловчанам предлагают закрепить трудовой стаж в цифре. До конца года работникам необходимо выбрать, каким способом работодатели будут формировать сведения об их трудовой деятельности в виде записи в обычных трудовых книжках или в их электронном аналоге. Около 70 тысяч орловчан выбор свой сделали. Большинство за проверенный вариант. Как говорится, что написано пером, то не вырубишь топором. Более 4 тысяч работников решили перейти на электронный режим трудовой. Продолжение следует...